Альцент Сергеевич, здравствуйте. А текущая климатическая ситуация в нашей республике? Например, как по Нерингре два случая, по Вилюйску один случай, появился коронавирус в Намском районе один случай. И у нас порядка 12 новых случаев по городу Якутску. Вместе с тем, я считаю, что по городу Якутску у нас в последующие дни все равно будут возвращения к уровню примерно 20 случаев каждый день. Потому что у нас очень все-таки крупный по нашим понятиям, по нашей республике, очаг заражения у нас именно в городе Якутске, по республиканской офтальмологической больнице. Об этом уже сегодня можно говорить. Потому что анализ тех данных, которые сегодня у нас имеются, говорит о том, что большое заражение среди медицинского персонала и в том числе заражение и среди пациентов данной больницы. Сейчас проводятся служебные расследования, которые должны показать уже степень виновности тех или иных руководителей в определенных нарушениях правил безопасности эпидемиологической, которые были явно допущены в самом режиме работы данной республиканского медицинского учреждения. По Чаиндинскому нефтегазоконденсатному месторождению ситуация сейчас стабильная. Никаких протестных акций там сейчас нет. После приезда по нашему настоянию и настоянию руководства «Газпромов» туда руководителей подрядных организаций. Сейчас работа проведена. Сейчас делаются уже списки вылетающих здоровых работников подрядных организаций. И уже мы надеемся, что в ближайшие дни начнутся рейсы авиакомпаний, которые позволят достаточно быстрыми темпами вывести именно здоровых людей в обсерваторы на территориях тех или иных регионов Российской Федерации. Сегодня силами МЧС России переброшен аэромобильный госпиталь, небольшой, но он нужен для сортировки больных, для проведения определенных медицинских процедур, в том числе диагностических, на самом уже непосредственно территории месторождения. Сейчас уже колонна техники Сталаканского аэропорта выдвинулась в район вахтового поселка на 71-м километре. Мы надеемся, что буквально завтра, послезавтра еще прибудет мобильный пункт временного размещения. И в эти 2-3 дня все эти сооружения уже будут развернуты силами МЧС, еще раз говорю, на самом Чайнинском нефтегазоконстантном месторождении. Раз ситуация под контролем, мы постоянно находимся на связи как с руководством Газпрома, так и с руководством подрядных организаций, которые составляют подавляющее большинство сегодняшних находящихся на Чайнинском месторождении. Очень много вопросов у нас в эти дни поступало по срокам и вообще по возможности весенней охоты на водоплавающую дичь. Было много разных мнений, в том числе достаточно радикальных, которые приняты сегодня во многих регионах Российской Федерации, о полном запрете на охоту. Мы достаточно долго этот вопрос рассматривали. И хочу сказать, что сейчас я подписал указ главы республики Саха-Якутия, в котором сезон весенней охоты на территории республики Саха-Якутия, он будет объявлен открытым в установленные сроки ранее. То есть по разным районам, в разные сроки. Изменений по срокам не будет. Другой вопрос, что в этом году запрещена охота на тех территориях, на которых объявлен карантин. Еще раз я могу их пересистить. Это у нас территория города Алдана, Чайнинского нефтегазоконденсатного месторождения и части территории Сунтарского улуса, где находится вахтовый поселок Дорожников. Также будет запрещена охота для лиц, которые прибывают на территорию республики Саха-Якутия извне. То есть охотиться могут только жители, имеющие регистрацию на территории республики Саха-Якутия. Ну а еще отдельное ограничение сделано для наших северных арктических районов, для сохранения здоровья людей там. До 30 мая, по 30 мая, там охотиться могут только жители самих этих районов. Вот это основные такие подходы. Я хочу обращаться к мужчинам, к тем, кто после объявления открытия сезона появит на охоту. Необходимо все ограничительные меры, конечно, на охоте соблюдать. Это очень важно, это очень нужно, потому что жители многих районов, конечно, высказывают опасения, что может быть в этих условиях более такое активное распространение коронавирусной инфекции. Но я надеюсь на ваше благоразумие, на вашу мудрость. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы в эти дни, майские праздники, все были дома, на дачах, никуда не ездили. Причем не только сами мужчины, но и надо, чтобы и женщины тоже сидели так, ваши жены, сестры, дочери, матери, для того, чтобы у нас не было резкого всплеска количества больных. Если у нас, к сожалению, будет резкий рост по количеству больных, в первую очередь, еще раз говорю, по городу Якутску, то, к сожалению, могут пойти уже и ограничительные меры, вплоть до запрета охоты. Очень бы этого не хотелось. Уверен, что мужская часть населения республики, еще раз говорю, проявит мудрость, проявит хорошие свои черты. И мы всю зиму, всю весну ждали начала сезона охоты. Надеемся, что вот эти дни мы вытерпим так и добьемся того, чтобы, наоборот, коронавирусная инфекция пошла на спад. Ну и потом уже с чистой совестью сможем выехать на сезон охоты. Спасибо. Спасибо большое.